Ну что, дорогая церковь, сегодня у нас праздник, и есть такое, знаете, вот хотелось поделиться чем-то словом каким-то. Я молился, и Господь положил мне в сердце это слово. Пастор Валя, Боже, спасибо огромное за то, что вы там договорились, в три часа выключат свет, Боже, спасибо. Честно, огромное спасибо, потому что я переживал очень. Я хочу поделиться, если вы не против, я даже буду читать, чтобы не быть долгим. Я не хочу сегодня занимать долгое время, потому что мы там еще с вами и попразднуем, поздравим. И я хочу попросить единственное в конце церковь, не убегайте, не спешите убегать, потому что знаю, во время войны, вот это, знаете, такое вот, все немножко, извините за слово, но у нас есть репцентр, поэтому все иногда бывают на кипише. Знаете, такое, хоп, и побежали куда-то все. Не надо никуда бежать, друзья, там готовится для вас угощение, и можно здесь общаться и так далее. Здесь, кстати, стены такие, что ого-го, вы поняли, их так строили, что их не прогреешь теперь, поэтому кому холодно, если холодно, у нас есть пледы сзади. Если кому-то холодно, поднимите руку, группа порядка вам принесет пледик, у нас есть пледы для всех. Саша, слышал? Я на тебя смотрю, мне аж холодно становится. Да, не холодно тебе? Нормально? Тогда вот подними руку, Саня тебе принесет плед, укроешься. Все нормально, все есть. Друзья, хочу сегодня поделиться с вами словом, такое, размышлял, молился, готовился, и я думаю, почему-то мне кажется, что оно в тему должно быть, вот оно должно как-то быть в тему. Тема сегодняшней такой проповеди, еще раз, это не проповедь, просто слово, размышление, и вот позвольте мне, потерпите на мне буквально несколько там минут. Тема сегодняшней проповеди звучит следующим образом. Где родина твоя, пилигрим? Знаете, мы когда приехали в Америку, в 2006 году далеком, я начал изучать об истории. До этого изучал, как бы, ну так, знаком с историей, но изучать начал очень тесно. И в Америке есть такой один праздник, он называется День Благодарения. Что это за праздник? Многие не понимают его, не знают этой истории, но я вам расскажу предысторию этого праздника. Смысл его сводится буквально к следующему. Первые переселенцы в Америке, кто не знает, это были полноевангельские верующие, пуритане. В основном это были последователи Джорджа Фокса, это был такой британский проповедник. Их называли пуритане, слово pure, чистый. То есть это люди, которые, они не пили, они не курили, они такие были прям вообще. Их очень не любили, к слову сказать, в Британии. Там даже была такая пословица, если ты увидел пуританина, либо перейди на другую сторону дороги, либо подойди и ударь его. То есть их очень не любили, они были такие, знаете, вот прям, ну, они вызов были для всего общества. И вот они первыми приехали, приезжают в Америку, они думают, мы поедем туда проповедовать, благовествовать. И их называли пилигримы, переселенцы, путешественники. И когда они приехали, первая зима была очень суровая. И они ничего не знали, не понимали, нет уже еще никаких там посевов. И вот им в первую зиму эту жестокую принесли коренные американцы, индейцы, которых мы называем. Они принесли им там кукурузу, индейку и так далее. И они были благодарны настолько Богу за них, что они утвердили, что с этого дня мы будем праздновать День Благодарения. Но к чему я веду? Смотрите. Что такое пилигрим? Пилигрим – это человек, который приходит на новую территорию. Однажды, вот если кто-нибудь когда-то бывал, или вам получится, если вы попадете однажды в Америку, вы удивитесь очень сильно. Потому что на самом деле реальность такова, что эта страна, она живет где-то лет на сто впереди нас. Это однозначно. Вот просто примите это как факт. Они живут лет на сто нас. Кто-то скажет, ну у нас есть Дия. Да, вот в этом вопросе, может, мы чуток впереди. Но в остальных вопросах, они живут лет на сто впереди нас. Поверьте. И я всегда удивлялся. Знаете, ты едешь по Америке, и я такой думаю, боже мой, 350, почти 400 там лет назад на этом месте были скалы, леса. Причем такие непроходимые леса. Чтобы вы понимали, там они в парках сохраняют девственные вот эти леса, как они были. Там сквозь кустарники пробраться невозможно. В некоторых местах они просто не вырубают кустарники, потому что это тупо нереально. Просто ты не можешь вырубить. Ты зайти туда не можешь. Там только могут олени, барсуки какие-то пробраться. А так вот, и вот представьте себе, эти люди, они настолько были движимы верой, что они сумели эту страну превратить из пустыни, по сути, из кустарника. Они сумели превратить в страну номер один, которая сегодня по многим показателям в мире. И вот пилигрим, друзья, это человек, который приходит туда, где ничего не понятно, туда, где все очень сложно, все очень странно, все очень тяжело, но он почему-то делает. И вот, знаете, вопрос, который, наверное, я думаю, каждому из нас сегодня нужно себе ответить. Точнее, я даже скажу, это два вопроса. Вопросы следующие. Почему пилигримы такое делают? Да потому что место, которое они приходят, или в котором они находятся, они называют своей родиной. То есть, грубо говоря, пилигрим превращается в пилигрим, или обычный человек может превратиться в пилигрима тогда, когда он понимает, где его родина. Я задам простой вопрос. Два простых вопроса. Что для вас есть родина? И второй вопрос, где эта родина? Батькивщина. Украинскую мову – батькивщина. Что у вас за родина? И где ваша родина? Я уверен, абсолютно убежден, многие из вас, вы задавали себе такой простой вопрос. Почему некоторые люди, они в сложной ситуации ведут себя как-то странно? Вот у кого-то было за время войны особенно? То есть, ты думаешь, вот человек должен, по идее, был бы поступить так. Я бы поступил так. Кто говорил такое? Или думал? Я бы поступил так. А смотришь, человек поступает по-другому. Почему? Я вам хочу сказать, друзья, вот эти два вопроса, которые мы сейчас с вами задали, они настолько глубокие, что именно ответ на эти вопросы, он и объясняет для нас, почему люди иногда себя ведут так или иначе, или не ведут себя так или иначе. Нашей церкви 11 лет. 11 лет – это серьезное время, когда каждому из нас нам нужно научиться задавать себе серьезные вопросы. Мы должны задавать себе серьезные вопросы. Если мы не будем их задавать, то мы будем восторжены младенческими людьми, которые будут радоваться, знаете, ему покажешь пальчик, а-а-а, и смеется весело. Дети с детьми играли когда-нибудь, да? Вот знаете, вот этот шутка, палец оторвал. О, дети такие, а-а-а, класс. Вот так и мы будем иногда. Но мы приходим к возрасту, когда мы, как церковь, нам нужно задавать эти вопросы, чтобы нам были понятны две вещи. Первое – характер нашей церкви. И второе – целеустремленность нашей церкви. Устремление нашей церкви. Характер и устремление. Характер и устремление. И вот ответы на эти два вопроса, что или где твоя родина, они дают нам, они позволяют нам сформировать правильный характер церкви, и каждого из нас, как христианина. И второе – устремление. Куда мы устремляемся? Помните, кто смотрел фильм этот или читал книгу, помните, «Три мушкетера»? И там был такой один из главных персонажей, Портос. Мне очень нравилась его фраза эта. «Я дерусь просто потому что дерусь». Вы знаете, это потрясающая логика. Ты зачем это делаешь? Ну, просто потому что я это делаю. А завтра ты будешь это делать? Не знаю, почему. Потому что я просто не знаю. Понимаете, у такого человека все просто. Он сегодня делает, он делает то, что ему нравится, завтра ему не нравится, он не делает. И вот здесь интересный момент. Что я как христианин должен делать, когда есть война или когда нет войны? Что я как христианин должен делать и почему я это должен делать? Когда у меня все хорошо или когда у меня все плохо? Что определяет это? Что мне дает какую-то гарантию или что гарантирует внутри, что я буду продолжать это делать Даже тогда, когда вокруг никто не будет делать Знаете, есть такое мнение Если кто-то смотрел, я не помню как называется фильм Это еще фильм 60-х годов По-моему, не помню название И там была такая вот сюжет Столик, сидят четверо детей И трех детей, говорят Там стоит такой черный кубик И мы говорят, сядет четвертый ребенок Скажи ему, что этот кубик белый Вот все говорите, что это кубик белый И вот интересно, сидят трое детей Черный кубик, садится четвертый ребенок И они говорят, ой, какой классный белый кубик Второй говорит, ой, какой классный белый кубик. Третий говорит, какой классный белый кубик. Подходит воспитатель и спрашивает четвертого ребенка, какой кубик? Ребенок стоит такой, он видит, что он черный. Говорит, но он белый. Почему? Потому что все так делают. Вы знаете, есть многие люди, друзья, когда приходят сложные обстоятельства, они говорят, они поступают как-то вот не так. И знаете, чем они себя оправдывают? Ну все же вокруг так поступают. Ну все так живут. Все так живут на самом деле. И вот, друзья, для нас с вами, для нас с вами, я не зря указал это слово пилигрим. Это означает тот, у которого другая родина. Вот где ваша родина, как раз об этом я хотел бы сегодня говорить. Прочту одно место из Писания. Послание филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Написаны такие слова. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Я знаю, что это стих такой, знаете, не совсем праздничный вроде бы как. Но поймите, на секундочку, еще раз говорю, 11 лет, пора говорить о серьезных вещах. У меня два сына, одному 5, второму 21. Вы понимаете, что я с ними говорю о разных вещах? Вы понимаете вообще или нет? Тот, которому 5, я с ним разговариваю, сынок. Я ему объясняю, почему святой Миколай и Иисус, это разные вещи, и кто из них главнее. Что в садике говорят за святого Миколая, я ему тут церковь за Иисуса, тетя Лариса объясняет. И я ему рассказываю. Я не разговариваю со старшим 21-летним сыном на эти темы, он в курсе. Он в курсе, он все понимает. Я с ним о других вещах уже разговариваю. Так вот, друзья, мы должны с вами читать такие стихи иногда. Знаете, вот когда 11 лет, надо их читать. Потому что если ты не будешь читать эти стихи, а будешь читать все время о том, что Господь даст тебе все, что ты хочешь, то в какой-то момент времени у тебя там нарушаются процессоры, немножко неправильно работают. Так вот, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. И вот я здесь задаю такой интересный вопрос. Смотрите, он говорит, для меня жизнь Христос. Здесь в принципе можно было вообще не проповедовать. Я вообще здесь такой вопрос серьезный. Сегодня утром начал думать, когда уже проповедь написана, думаю, а что для меня жизнь? А что для меня жизнь? Вообще, чем я живу сегодня? Что для меня дает силы жить? Что для меня является жизнью? Что меня мотивирует? Что мне дает драйв? Классные друзья, хорошая атмосфера, уютная. Это вообще для меня не так, например. Я вот не понимаю, о чем речь идет. Говорит, разве это жизнь? Я говорю, да, это жизнь. А что для тебя жизнь? А для меня жизнь это новые впечатления, это переживания какие-то. Говорит, это не жизнь. И вот апостол Павел пишет здесь такой вызов, кидает. Для меня жизнь это Христос. Смотрите, что сделал апостол Павел вот этим стихом. Внимание. Он здесь говорит, для меня является жизнью. И вот тут, где есть слово Христос, представьте себе, с левой стороны огромнейший список всего, что только может быть интересно людям. И апостол Павел взял его и перечеркнул. Говорит, для меня это не жизнь. Он обозначил, говорит, из любого списка, какой вы бы ни составили, для меня единственным списком является Христос. Это номер один, и это один только в этом списке есть. Для меня Христос является. И вот когда мы говорим о родине, что есть родина или где родина, я себе записал такие пункты. Если твоя родина – это ты сам, твоя семья, твой комфорт, то, конечно, ты можешь найти это место, но ты потратишь иногда на это всю свою жизнь потом, чтобы его сберегать, но в конце ты его все равно потеряешь. Кто из вас думает, что моя семья – это класс, это все, это супер? У меня для вас печальная новость, вы ее потеряете. Мои дети – это все. У меня для вас печальная новость, вы их потеряете. Вот смотрите, как бы сильно вы не стремились сохранить свою семью, рано или поздно вы ее потеряете, правда? Просто ты ее потеряешь. Представьте, какая лажа. Давайте назовем это так. Какая проблема? Какая нехорошая штука? Ты всю жизнь работал над тем, чтобы сохранить свою семью, и в конце некоторые люди проживают, доживают свой век без этой семьи. Почему? Разве это так плохо? Нет, просто семья не может по своей природе быть родиной. Если твоя родина, второе, это место, где ты обретаешь достойную жизнь, успех, карьеру и так далее. Знаете, некоторые люди говорят, для меня родина – это не географическое место. Для меня родина – это где я могу построить достойную жизнь и так далее, и так далее. У меня для вас тоже есть печальная новость. Ты обречен на поиски и метания между разными вариантами. Потому что сегодня классный вариант в Европе, завтра классный вариант в Америке, а послезавтра классный вариант в Дубае, а потом снова в Европе. И вот ты пилигрим, вы понимаете, ты ездишь все время, я тебя уже спрашивают, ты кто такой? Какая ваша национальность? А я уже и не помню. Есть третья категория для некоторых людей – родиной. И знаете, сейчас я хочу, чтобы вы только меня правильно поняли. Для некоторых людей во время войны их родиной стала их национальность. Знаете, такой, я украинец. Я хочу вам сказать, это круто. Быть украинцем – это круто. Правда. Быть украинцем – это круто. Но даже самые известные, самые великие, давай так назовем, великие украинцы, друзья, когда они сказали, что Украина – это моя родина, батьковщина, они обрели себе батьковщину только на период земной жизни, а потом они ее снова потеряли. Вы в курсе? Вот смотрите, Тарас Шевченко. Великий украинец. Но когда его не стало, друзья, а где же родина? Ты ее все равно теряешь. То есть вы понимаете, что к выбору родины нужно подходить серьезно и ответственно. Ну, примерно так же, как мы подходим к выбору нового телефона. Вы поняли? Не менее ответственно. Новый телефон, друзья, это ответственная штука. А сколько гигапикселей? А сколько мигапикселей? А за фронтальная камера? А как у вас процессор работает? А как у вас это работает? Так вот, к выбору родины надо подходить не менее ответственно. Апостол Павел, после многих лет скитания, он пишет, говорит, для меня жизнь, то есть для меня родина – это Христос. То есть, с другими словами он говорит, это есть моя родина. И знаете, почему это классно? Я записал для себя такое определение. Если твоя родина – это Христос и его царство, то любые блага земли, даже самое лучшее, они автоматически теряют свой блеск. Вы в курсе об этом? А самые большие страдания на этой земле, они теряют свою боль. Помните, апостол Павел, ему говорят, тот, чей это пояс пророчества, тот будет связан и будет отрублена голова там, то-то, то-то. Он говорит, ну ничего страшного. Люди плачут, говорят, куда ты собираешься идти? Он говорит, нет, это не проблема, я готов туда идти. Почему, почему, апостол Павел, почему из 12 апостолов 11 закончили не так, как хотелось бы? Вы знаете, правда, мы уже договорились, у нас в церкви, знаете, мы сделали это год благодарения, год правды. Знаете, надо научиться говорить правду себе, потому что очень легко быть христианином, который ходит в церковь, но при этом живет в блуде. И как-то себе это объясняет. Так нельзя, так не получится, потому что ты будешь всегда, тебя будут рвать на части. А если ты хочешь, чтобы тебя не рвало на части, тебе нужно определиться, где твоя родина? Где твоя родина? Знаете, для пасторов, я уверен, для каждого пастора иногда бывает вопрос, я уверен, вы сталкивались, смотришь, да, был хороший брат, хорошая сестра, ходили, 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 а потом в какой-то момент времени без объяснения, да, до свидания, и развернулся, и ушел. Я помню в начале моей пасторской жизни, Боже мой, как я страдал. Я первое, что на себя одеваю, как этот пиджак, думаю, ну что же я не так сделал опять? Я же его уже и любил, я же его уже и звонил ему, я же уже ему было тяжело, я же уже больше, чем своей семье помогал. Знакомо, правда? Я пастора Галю точно знаю, у нее там все дети, все дома, всех свадьбы, а потом развернулись и ушли. И ты ничего не переживаешь, ну не можешь понять, у тебя мозг, у тебя когнитивный диссонанс, есть такое слово, у тебя коллапс головного мозга происходит, ты не понимаешь, что происходит. Что происходит, друзья? Каждый человек однажды делает выбор, где его родина. Вот каждый, нам придется, нам предстоит сделать этот выбор. Что для меня есть жизнь вообще? Повторюсь еще раз, если вы решили выбрать семью, прекрасно, прекрасно. Просто когда вы ее потеряете, у вас будет проблема. Если вы решили выбрать какую-то достойную жизнь, прекрасно, друзья. Однажды тогда вам предстоит, там, как это называется у них, батальон Монако, да, есть? Закарпатский батальон и батальон Монако во время войны в Украине появились, в курсе? Но кто не знает, друзья, это такая шутка, это люди, которые сказали, в этой стране жить сейчас невозможно и уехали. Можно жить, сложно, да, но можно. И в Монако уехали, а там хорошо. И сразу родина другая. Ну, что ты сделаешь? Ну, такая штука. К чему я веду, друзья, о том, что каждому из нас нам предстоит выбрать место родины. Я прочтем еще одно место из Писания. Первая книга «Паралипоминон», 29 глава, 15 стих. Это ж не я, это уже тысячи лет истории. «Потому что странники мы, пред тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Слушайте, нет ничего прочного. Ничего прочного нет. Вы знаете, я вспоминаю историю одного из великих, ну, таких действительно известных великих украинцев. Кто, может быть, слышал, был такой Иван Поддубный, помните у нас? Такой богатырь. И знаете, друзья, он страдал в конце своей жизни, потому что одна его жена предала, вторая жена предала. А потом по итогу вообще его все, он не мог понять, он не мог себе место найти. Он умер от тоски. Он не мог понять, что с ним происходит. Смотрите, что он говорит. Нет, на земле ничего прочного. Мы обычно, слушайте, наш человеческий мозг, он выбирает так. Там, где прочно, там я буду выбирать. Там будет моя родина. Смотрите, дорогие сестры, смотрите, если у вас был бы вариант, например, особенно те, кто не замужем, кого выбрать себе в мужья? Тысячу мужчин или лучшего из тысячи мужчин? Лучшего, правда? Смотрите, мы выбираем себе лучшего. Так же и родину примерно мы выбираем. Мы смотрим и выбираем себе лучшего. А, друзья, оно так не работает. Оно работает только одно. Смотрите, на земле нет ничего прочного. Нужно просто это понять. Нужно просто с этим согласиться. Что бы мы с вами не пытались сделать, вот прям вообще с этим нужно согласиться. Я вспоминаю, мы когда жили в Америке, один брат к нам приехал, бизнесмен, и он говорит, слушай, у меня есть друг один, хочу тебя познакомить. И он познакомил меня, говорит, это человек очень богатый. Я говорю, ну, думаю, ну, насколько очень богатый. Знаете, у всех разные мерки очень богатые. Для меня, если у человека три машины, он, в принципе, очень богат. Ну, разные мерки. А я прихожу в дом, вот смотрите. У меня такой был вот этот когнитивный диссонанс. Мы приезжаем возле Сиэтла. Есть такой город Белловью. Там есть остров, называется Мерсер остров. На нем живут Билл Гейтс, Джозеф Безос. На нем живут там, ну, все основатели, короче, Старбакса. Прям вообще это такой квартал, чтобы вы понимали, очень богатых людей. И вот мы приезжаем в дом богатого человека. Выходит кореец, одетый в шорт и в футболку. И рядом он выносит мальчика, который там страдает ДЦП. И я такое думал, если честно, думаю, это, наверное, какой-то слуга там ухаживает за этим. Он говорит, не, вот этот человек. И рассказывает, что этот человек реальный там мультимиллионер. Он говорит, чуть ли не миллиардер. Говорит, ну, он три или четыре раза в жизни вообще все терял. И мы так с ним разговариваем. Он говорит, вы знаете, я все терял. Я же такой думаю, ну, интересно, в какой момент времени, что, какой секрет. Говорит, один секрет я понял, короче. Говорит, все синим пламенем. Говорит, у меня есть сын, у которого ДЦП. Я вдруг понимаю, что этот человек, его понимание, оно за пределами моего понимания, потому что он смотрит на вещи так, как на них я не смотрю, он смотрит на них по-другому, и он понял о том, что нет ничего прочного в бизнесе, вот какой бы ты его прочный не построил, обязательно может какая-то случиться проблема, нет ничего прочного в этом и в этом и в этом, и он нашел для себя какие-то ответы, потом я узнал, почему он такой, он оказывается христианин, то есть что-то было ему известно. Так вот, друзья, возвращаюсь еще раз после этого места из Писания, можно вернуться филиппийцам 1.21, здесь написано, еще раз, ибо для меня жизнь это Христос. Когда мы спасаемся, когда мы приходим к Богу, мы выбираем Христа как своего Господа и Спасителя, и поверьте, апостол Павел тоже к нему точно так же пришел. И вообще вот эти слова, смерть для меня приобретения, я точно сразу вам говорю, это не слова суицидальника или какого-то фаталиста, который, знаете, спит и видит, где умереть. Это не, как их называют, готы, да, черные вот эти, знаете, а не, как у нас еще были эти, эмо, эмо, помните эмо, розово-черные волосы, мы все умрем. Давайте быстрее. Нет, это не слова фаталиста, он говорит, для меня смерть приобретения, апостол Павел совершенно не спешил туда, он пришел туда в свое время, тогда, когда это нужно было, но он что-то понял, он в чем-то разобрался. Поэтому хочу вам сказать, друзья, вот что меня как пастора радует, меня радует, пастор Виктор сегодня, кстати, вы об этом сказали, и вот я прям из сердца вырвали слова. Меня очень радует, что за 11 лет нашей церкви, нам как церкви удалось не превратить церковь в цель церкви, понимаете? И не удалось превратить людей в церкви, членов церкви, в цель церкви. Вы удивитесь, но у нас в церкви члены церкви не являются целью церкви. Что является целью церкви? То, что ценно для Христа. Я даже себе записал для себя, меня радует, что направление, качество и ценность нашей церкви – это Христос и Его Царство. Вот это меня радует очень сильно. Мы любим людей не потому, что их надо любить, чтобы они остались, а мы любим людей, потому что Христос, который здесь, Он их любит. Чувствуете разницу? Есть некоторые церкви, в которых надо любить людей, чтобы они остались, они больших людей, они развернутся и уйдут. Куда? Туда, где их любят больше. Вы когда-нибудь семью пробовали так строить? Ты уже и 12-й айфон, и 13-й айфон, и 14-й, 15-й не вышло, а ты уже 16-й заказал. Только, чтобы она осталась рядом с тобой. Нет, друзья, так строятся, ну, так строятся рыночные отношения, возможно. Но настоящее отношение, они строятся вокруг истинной ценности, поэтому я очень рад, что нашей главной ценностью церкви был, есть и пусть останется Христос и Его Царство. А кто-нибудь может сказать на это Аминь? Вот Христос, Его Царство. Я очень рад, что это есть в Рипцентре, я очень рад, что это есть в группе порядка, что это есть в группе прославления и так далее, и так далее, и так далее. Я прочту вам одно еще место из Писания, позволю себе последнее. Послание Иакова, 4-я глава, с 13-го стиха. Смотрите, теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Послушайте, это речь не идет о том, что торговля это плохо. Господи, торгуйте сколько хотите. Какая проблема, пусть у вас, пусть все будет хорошо у вас. Но проблема в чем, он говорит о том, что, смотрите, можно вернуть назад 13-й стих? Он говорит о том, что теперь, и он обращается, говорит, послушайте, вы, которые, вот это все, это все стратегия людей, которые собираются жить здесь вечно. И что им советует апостол Павел? Он говорит, 14-й стих, вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое, обратите внимание, какой он вопрос задает, жизнь ваша, а что такое ваша жизнь? Помните слова апостола Павла для меня? Жизнь это? А он говорит, а ваша какая жизнь? Еще раз, вы понимаете, что действие, направленность и действие, ну действие, чем мы занимаемся в жизни, определяется тем, что для нас является жизнь. И он дальше говорит, пар, являющийся на маленькое время, а потом исчезающий. И знаете, когда я размышлял об этом, я понял, что есть три вида жизни. Есть один пар, который появляется, он как туман, появилось солнышко и рассеялся. Есть второй туман, который появился, и чтобы не рассеяться, он начинает искать темные места, злачные места, где может подольше сохраняться. А есть третий пар, у которого цель, он говорит, так у меня цель скорее испариться. У меня цель растерять это качество и испариться туда. И он говорит, послушай, если ты осознаешь о том, что твоя жизнь это всего лишь пар. Боже мой, знаете, в 17 лет до головы бы, или мозги 60-летнего, правда, чтобы мы меньше ошибок бы совершали, правда? Вот как, скажите, втолковать 18-летнему о том, что скоро ты станешь старым? Ой, это еще не скоро будет. Кто так говорил? Поднимите руку. И, и, это еще не скоро, и, а потом, ой, как же это так быстро. Друзья, потому что жизнь это реально пар. Вот он появляется на короткое время. Ой, я еще успею. Вот эти ваши все там церкви, боги, молитвы, я все еще успею. Да ну, хорош, выключите в эти приложения. Итак, друзья, смотрите, еще раз, филиппийцам 1.21, филиппийцам 1.21, возвращаясь, говорит, для меня жизнь это Христос, и смерть это приобретение. Друзья, я хочу сегодня нас как церковь, вот не нас как церковь, вообще каждого верующего, себя в первую очередь, я хочу ободрить о том, что настоящая жизнь, вот послушайте меня, настоящая, реальная жизнь, это Христос. Я ни на секунду не пожалел, что 11 лет своей жизни я посвятил тому, чтобы быть пастором и служителем. Жалко ли мне, были ли, точнее, неправильно сказать, были ли моменты, которые делали больно? Да, будут ли они? Да, 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 да. Но я ни на секунду не жалею, потому что ты задаешь всегда, себе задаешь вопрос, почему я это делаю? А другими словами, где моя родина? Вот где твоя родина? Что? Или где твоя родина? Повторяюсь, это то, что определит, по-настоящему определит, ради чего тебе стоит жить. Знаете, может быть, кто-то скажет сегодня, да, хорошая такая вот философская мысль. Нет, друзья, очень плохая философская мысль, потому что она не позитивная такая, знаете, не дает позитива. Но я хочу, чтобы вы еще раз мы поняли, я уверен, абсолютно убежден, чем раньше мы начнем об этих вещах размышлять, чем раньше мы начнем их применять в свою жизнь, тем меньше сожалений, абсолютно меньше сожалений будет в нашей жизни. Боже мой, самое главное, мне очень хочется, чтобы прошло в вашей жизни христианской 30 лет, и чтобы спустя 30 лет вам не сказали, ой, какая ты модная, ой, какой ты классный, чтобы тебе сказали, слушай, как здорово, что ты с этой дороги не сошел. Как хорошо, что ты с этой дороги не сошел. Хотите никогда не сойти, определитесь, где ваша родина. Реально надо определиться с этим. Вот определитесь с этим, и когда вы определитесь с этим, у вас все вдруг станет хорошо. Знаете, мне стало легко быть пастором, когда я понял, внимание, у меня один человек, а сколько, знаете, у пасторов, среди всех пасторов один популярный вопрос, сколько у вас людей в церкви? Я всем людям говорю, вообще без проблем. Он говорит, сколько у вас людей в церкви? Я говорю, я тебе вначале задам вопрос, а ты мне ответишь, сколько у тебя детей? Двое. А у пасторожения сколько у вас? Шестеро. У кого двое детей? Поднимите руку. Что какие-то вы неуспешные. Тут у людей шестеро. Вы вообще, вы вообще, что с вами не так? А у кого вообще нету, так вы вообще отступники. Знаете, люди говорят, в этот момент все люди говорят, самое главное, не сколько у тебя детей, главное, как ты их воспитал. Я говорю, так а что вы мне спрашиваете, сколько у меня людей в церкви? Главное же, не сколько у тебя людей, как ты их воспитал, правда? Так вот я хочу сказать, друзья, главное, послушайте, в церкви, чтобы каждый член церкви четко понимал, где его родина. Чтобы он четко, реально понимал, где его родина. Потому что я вам скажу одну вещь такую. Может сейчас меня военные, ну чуть позже вы меня поймете, о чем я говорю. Когда закончится война, вы увидите, сколько будет разочаровавшихся людей. Потому что некоторые из них сражались за Украину, такую, какую они сами себе придумали. Но какой она никогда не была. И, возможно, станет не скоро. И вот тогда они могут разочароваться. Но чтобы никогда в жизни не разочаровываться ни в ком, ни в чем, абсолютно. Сделайте Христа своей родиной. Сделайте Его своей родиной. И тогда у вас жизнь, Его царство. Тогда в этой жизни, когда будет заканчиваться жизнь, вы будете говорить, Господи, как круто. Как же круто я прожил. Какая же классная жизнь у меня была. Я сегодня хочу предложить каждому из нас, давайте просто вот склоним голову сейчас, поразмышляйте. Я сам, мне есть над чем поразмышлять в этом вопросе. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, я сегодня благодарю Тебя за то, что Ты здесь, за то, что Ты сегодня с нами, за то, что Ты не оставляешь и не покидаешь нас, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, драгоценный, за то, что Ты сегодня здесь. Ты 11 лет был с нашей церковью, Господь. И в Новый год вступай, Боже, мы вступаем вместе с Тобой. И самое главное, праздник, Господь, в нашей сердце, в нашей жизни, в нашей душе сегодня, самый важный праздник, это то, что мы празднуем этот день вместе с Тобой, Господь. Во имя Иисуса Христа. Будь превознесен, будь прославлен, будь возвеличен, Боже. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ да скажет. Аминь. Аминь.